конкретная модель называется теклом концепт по тесту заявлены производителем 1560 но я бы сказал что это 15 от 20 где-то там до 100 грамм смело можно с этим удилищем кидать здесь 54 грамм кидая удилища чуть-чуть только загружается если сюда поставить 800 грамм то будет забросов просто тонических очень понравился мне эта серия линейка удилищ у них там короткий палки есть но из длинных удилищ просто очень достойные легкое движение рук корпуса тела приманку улетела вот осталось здесь метров где-то 20 плетенки 150 намотан это просто я из кожи он не вылезала просто плавный кинули на 33 30 можно 360 но если мешает ветки можно обойтись 33 30 палочкой хорошая катушка который вмещает много шнура и обязательное условие широкая школе шпуля хорошая плетенка не очень жесткая не совсем толстая напалечник и техника заброса и очень хорошая укладка должна быть в уже силу приложил приложил силу и шнура здесь не осталось практически осталось метров 10 еще дополнительно где-то 10-15 метров к забросу плавному ну как используя корпус надевая на пальчик вы защищаете палец и увеличиваете дальность заброса на каких-то там 10-15 метров что иной раз просто не хватает волшебные 10-15 метров никогда не помешает потом система противовесов есть кто-то говорит что им не надо но мне надо мне 30 грамм не мешает они делают баланс между удилищем хлыстом как бы помогают энергию лишнюю закладывать в ручку для того чтобы заброс получался дальше для того чтобы не тратить очень много сил а жерех когда бьет на дальней дистанции это просто мечта любого спиннингиста кинуть метров за 100 ну 100 метров это предел мечтаний для многих просто такие забросы мало что делать я их не вижу 60 70 80 максимум вот он 100 метров заброс легко и это еще вес не тяжелый 54 грамма это просто слезы а грамм 80 90 это то что нужно катушка здесь серфа я первый раз я ловлю на он мне очень понравился то zeus называется тоже фирма гравл делает по их не классификации 4000 но классификации нам шамана или да и вы из серфовой модели это будет где-то от 6000 ника минимум шпуле здесь широкой 5-6 там до 8000 мощь широкой школе нура она вмещает здесь есть 03 290 метров ну это ни о чем не говорит здесь намотан 150 плюс бэкинг сюда метров 300 плетенки вот здесь 02 с онлайн дешевенький супер п и шнурочек стоит вполне он как бы из нас здесь устраивает ну для дальних забросов именно с онлайн супер по его нормальный шнур вообще прекрасно кинул несколько раз достаточно еще шикарный шнурок он не шумит он хорошо летит достаточно приятный на ощупь но я смотрю ты в серфе все-таки берегового джига не используешь очень тонкие шнуры а наоборот достаточно толстый чем тонкий шнур хорошо конечно чуть чуть может там каких-то там легких средних весах ты будешь там иметь расстояние там чуть меньше он будет парусить но это можно парусность можно убрать лишним весом но зато вы быстро его убьете тот шнурок и он просто превратится в лохмоте тонкий шнур он для деликатной ловли да и груза приходится дежурочек конечно чем тонь шнур тем быстрее он выходит из строя толстый шнурок берешь и кидаешь и пользуешься ты заплатил разок деньги и пользуешься там аккуратно ему ловишь правильно там перима я думаю что и выигрыш в дальность заброса будет небольшой там его практически как бы на хороших грузах он не ощущается потому что когда ты вкладываешь он вот у меня намотан на другой катушке дата надо есть к 30 либров шнурок на этом грузе я его ну чуть-чуть он у меня ближе полетит здесь все-таки имеет техника заброса правильная снасть ширина шпули катушки ручку строго куда ты хочешь кинуть управляет там тип шнура и техника заброса технику заброса и дать руками то ты не кинешь никогда далеко там любуйте катушку дай супер серфу на что это заброс это карповая техника так понимаю как бы или смешанная это смешанная техника и карповая спиннинговая просто карповый груза не тяжелый удилище здоровый там надо очень плавно разгоняться бежать я вот могу кидать очень далеко просто стоя на месте даже не поднимая ног все поднял удочку перед собой и загнул тело все только корпус корпусом кидаешь вот она вот а руки ты только помогают досылать основная энергия на тело должно от спины идти за заброс будет вот он кастинг местных и не ждает достанешь вот смотри вот мыс и от от него метров 70 80 туда дальше есть не больше заброс потому что получается просто титанический попал конкретно на миляка с любого миляка как только под начинаешь рыбу то она под этим свалом дежурит вот вот эти песчаные косы особенно щука и судак он любит вот эти детишки вот струя песчаный свал крупный щука туда сто процентов выходит не детский дядя сереже просто ну ну летит он видишь куда засадил с такой мега просто крупный червь на мильдак там будет борщ от вот какой сейчас подъемчик пошел опять там какой приемок резки прям был и вот опять ям пошло потом приподнять рельеф мега я пошел трую попал и хорош вообще медовое место настоящее 60 грамм или просто летит супер паузу как будто 5 грамм поставил под берегом судаковой вот это стремление жаба на больше водка брат на весу может пастись я мы все-таки пупочки на дня собирается знатный рельеф хорош с картышом с ни с каким туда не знаю только из пушки стрелять а потом выматывать такое расстояние раньше об этом люди да особенно у нас в россии на постсоветском пространстве даже мечтать не могли таких снастях которые сейчас есть так что пи 150 метров это такая размотка можно сказать маленькая надо брать по 300 ну для сервала катушечка конечно она маленько 50 это два обрыва случайных так что надо вязать узелок не очень прочный для того чтобы рвалась но зале плетенка в дилище для ловли вдоль айки замуж напротив ну чё там ласточку сейчас пришли как нигде жалко птичьи а потом дырки а а а а а а а а Человек, который подойдет сюда на берег, он вряд ли подумает, что под тот берег можно перекинуть спиннинговые снасти В голову ему такая мысль не придет, я полагаю А свалок, от середины начинается или дальше? Нет, сюда ближе, где-то от середины, да, где-то Глубина серьезная, да? Вот сюда хорошая, да Там она поуже, здесь вот она пошире Сколько здесь рекометров? 130 или больше? Наверное, да, вот отсюда до берега метров Может поменьше Все с обрыва кидаем, ну шнура хорошо вылетает практически весь С обрыва еще добавляет Ну, наверняка фактически перекидывается Ну, вот ее вообще на милях туда, что брал на пляж сейчас Не, на что говорить, отличная снасть сбалансированная Просто Я еще когда даже в руках ее просто подержал сразу За себя отметил, что зачетная палка Даже вот не кидая, не ловил еще Вот сейчас половила с чуйкой здесь 5 баллов с тремя плюсами Кто любит чуйку, кто любит по кончику смотреть Кончик отрабатывает вообще Смотри на кончик Мексиканская спортивная проводка Кстати, я Позапрошлом году-то, когда ездил в этот Поднижний На Океан, вот на такую проводку На другую как-то она, знаешь, не такая Мне оба понравилась Просто вот этот я еще раз выразился Более длинная палка Иной раз, если ты на, особенно на мелком месте ловишь Чем длиннее удилища, тем выше ты можешь подкинуть Через борт, особенно через глинистый Как бы вот в этом плане длинные удилища Особенно 3,30 или 3,60 Они чуть-чуть повыгоннее, чем трешки И длинные удилища, оно рыбки рыбы Лучше парирует Потому что длина больше, оно более гибкое получается Потому что строй у них все-таки быстрый Ближе к быстрому Такому к злону строю И чем удочка длиннее, тем парабола у нее лучше Вот так вот А так в принципе Две, два совершенных спиннинга Что этот что-то Ну какой бы ты взял на Волгу в итоге Потестить На великой маме Да я бы 3,30 взял бы Тут и мощи хватает Ну все у него в порядке Вот я чуть-чуть подлиннее больше люблю Мне вот нравится 3,30 или 3,60 спиннинги Ну а трешка тоже ничего Для лодочки пойдет Очень замечательно Особенно если человек конечно Он не обладает особо сильной физикой То в принципе 3 метровый ему будет полегче ловить А дальность заброса практически одинаковая Так что здесь уже каждый должен решать для себя Вот я люблю чуть-чуть подлиннее Хотя и 3 метровый меня тоже устраивает Лучше их иметь оба И тот и другой Зарядил один, второй На одном там виброхвост На другом твистер или там воббер или космастер Чтобы не терять время А просто взял спиннинг Отцепил, блесну кинул Потому что каждое мгновение на рыбалке бесценно Самый главный радует ее ценник Если сравнивать с какими-то именитыми японцами Или подделками под японцев Цена ее просто намного интересней По качеству сборки она ничем не уступает японским аналогам Таких как Tenryu или еще каких-то Я бы даже выразил то, что превосходит Толщина графита там где ломается В основном хлыст Да, стена тут добрая Стена добрая Это будет надежная Хорошая палка Которая не подведет и не сломается в течение долгого времени Так что я думаю, что это будет хитом вот эти палки Я в них верю Прям вот у меня мурашки от них идут От этих муточек То есть Итак Лиза Лиза